теперь смотрим сюда у меня таких фотографий несколько сотен если я сейчас переключусь на фото 22 нам придется листать их до конца вебинара ладно я вас пожалею покажу вот эту фотографию почему эту дело в том что есть такое промежутствие вариант между моими жесткими абрикосами они хорошие спору нет полукультурные стали вот и шикарнейшими абрикосы а вот это середичок вот это амур вот он с тех пор и до сих пор мне ни разу не удалось снять с него урожай ну и приехал в телевидении я бы это сделал вот ну сами видите интерес с удовольствием потерян полностью знаете как тогда я должен был проводить лекцию прочитать мне позвонили именно субботина именно там где бойков и женщина которая являлась на тот момент сейчас не знаю директором дома культуры сказал прочитайте лекцию вот я говорю телевидение пригласите надо все это записать надо чтобы весь это вся хакасия и красавиевский край все это видели будете ли да да будет но я-то знаю что все это не то за неделю меня опять константин если вы не забыли приедете телевидение позвали внимание держитесь ответ такой сказали 5000 за минуту я подумал а кто дома культуры нет ни копейки этого можете не спрашивать то есть это само собой получается я должен платить чтобы предстать это допустим ну хотя бы меня бы могли слушать внимательно меня по 8 часов слушали такое бывало но хотя бы час час это там пять пять тысяч минуту нажали в машине сейчас 30 тысяч нужно было бы было в общем вы поняли садоводство пока никому не надо а вот это как раз тот самый середачок который уже сейчас может быть не только вот как у меня самую красивый самую в сибири или там то что вы называем весеноземье ну само собой весь юг вот северо-запад а вот северный танцева якобы не пойдет вот это пойдет я взял и сейчас фотографии взял крупный план полюбуйтесь видите вот он и середачок вот это в дичайший засуху ни разу не политый теперь значит его еще одно качество вот видите я извините тарас показывал фотографию на фотографии удачно это собирает урожай мама елена савинича елена александрова видите посмотрите внимательно на ветки для каждой фотографии учебно сюда бы рядом бы пригласить выпустите брюки вот они бы схватили за голову господи не положено и давай отрезать эти ветки но они учат отрезать землой когда они знают что они будут плодовость только все они никогда не видели получающих деревьев поэтому и учат ребятки ладно теперь мне задают один товарищ я растерялся будьте добры а если обстоятельно настолько я не могу есть вопросы которые нет ответа полный расклад по качествам каждого сорта а у меня те косточки которые он после этого у меня будет пишет я ему не ответил еще не значит вы пишет они окажутся совершенно другими причем голодосы скорее не будут вместо желтый красный креста красный зеленый вместо зеленого и бывает и белый и рыжий я тогда подумал что же я могу написать заметили у меня кроме фотографий и на которых видно цвет и крупность больше ничего нету вот обычным людям этого хватает потому что как говорится чем попало мы не вращим смотрим значит что я могу сказать я смогу сказать но уже у потомство уже не скажу цвет у потомство уже не скажу я обманщик а еще настолько до то что требует от меня таблицу можно через несколько лет цветом проверить дальше вкус я знаю всего три разновидности вкуса сладкий кисло-сладкий и сладче поцелуи на первом месте сладче поцелуи потом сладкий кисло-сладкий и важнейший момент транспортабельность понимаете вот например вот это дерево через неделю этот абрикос змеет так доброго я когда смотрел фильм мне прислали а в дагестанских волшебниках там мужчины средний возраст 60 лет залазили на огромные абрикосовые деревья на высоту 5 8 метров ходили по горизонтальным веткам вешали на крюк этот самый ведро и отрывали так стоял треск четкий такой треск вот как бы ломает ветку вот такой тест это отрывали полу спелые абрикос а иначе как или до москвы доедут или даже до столицы дагестан а здесь полу зеленый снимешь плодушку испортишь помните мою учебу а целый месяц-два это вот этот вот самый абрикос вот это вот это если амур вот же вот он как раз обладает транспортабельности ребята так не бывает или роскошь или скромнее но более транспортабельный помните жигуль первой модели где-то и сейчас на них ездят они не ломаются так и тут каждого сорта я жигуль сравнил с мерседесом поняли вот у каждого сорта есть свои достоинства у этого треск-портабельность